Называется синдром Адониса. Его особенность в том, что человек хочет и третий симптом, это депрессивное состояние или повышенная тревожность. Также, понимаете, хороший пластический хирург сразу видит, когда, а еще физическое и сексуальное насилие. Если вдруг нужно ли добавлять к психотерапевтическому лечению медикаменты или нет. Как вы знаете, внешность – это далеко не главное в жизни. Но ее непринятие рано или поздно доставляет большое количество проблем. Иногда дело доходит до дисморфофобии. Это психическое расстройство, при котором человек зациклен на мнимых, своих мнимых физических недостатков. И из-за этого он не может жить полной своей жизнью. И в этом видео я вам расскажу, когда недовольство собой превращается в расстройство и как в таком случае человек может помочь сам себе и как могут помочь ему родственники. И прямо сейчас нужно понять все-таки, когда недовольство собой становится дисморфофобией. Уверен, вы в своей жизни встречали людей, которым свойственна неудовлетворенность собой и даже, возможно, вы из их числа. Многим не нравятся их нос, уши, фигура, живот, ноги. Но даже если такое удовольствие не мешает жить, это вариант нормы. А вот другое дело, если человек сильно озабочен недостатком и делает все, чтобы его исправить. Отказывается от какой-то части своей жизни. Например, избегает фотографирования, не ходит в бассейн, в спортзал. Из-за этого ей кажется, что она плохо выглядит в купальнике или только думает об этом недостатке. Ей кажется. В моей практике была девушка, уверенная в том, что у нее ужасные волосы. Ежедневно. Ежедневно она тратила на укладку по 2-3, иногда 4 часа. Из-за этого регулярно опаздывала на работу, на встречи с людьми. Она даже во время общения совершенно не могла забыть о своей прическе. И такое ее состояние изматывало ее. Она была постоянно подавленная, у нее снизился аппетит, нарушился сон, нарушился гормональный фон, нарушился менструальный цикл. Вскоре у нее нашли маленькую мелому. В 24 года. При недовольствии фигурой и весом дисморфофобия также может приводить к тяжелым последствиям. Например, к расстройствам пищевого поведения, анорексии, булимии, психогенному перееданию и другим подобным заболеваниям. Так что о дисморфофобии можно говорить когда есть три симптома. Первый – это чрезвычайная, сильная фиксация на каком-то недостатке внешности или на нескольких недостатках. Второй – это идея о том, что это влияет на отношение к вам, других людей. И третий симптом – это депрессивное состояние или повышенная тревожность, также возможны панические атаки. В повседневной жизни это может выражаться также в избегании определенных ситуаций, компульсивном переедании, постоянном сравнении себя с другими, а также сильном стремлении скрыть мнимые недостатки. И скорее всего у вас возник вопрос – а действительно ли внешность людей, страдающих дисморфофобией или непринятием себя и своего тела, не соответствует стандартам красоты? Так ли это? Но чтобы об этом говорить, нужно понимать, что причины развития дисморфофобии сейчас точно не выявлены. Но с очень большой вероятностью сочетаются социальные, психологические и биологические факторы. Например, факторами риска расстройства пищевого поведения считаются эмоциональная чувствительность, перфекционизм, о котором у меня скоро будет курс, то есть чрезмерное внимание на детали и гиперконтроль. Также это особенности физиологии. Например, скорость метаболизма, физиологическая система регуляции, сытость, голод и также это работа нервной системы. А вот что касается эмоциональной чувствительности, то такие люди с детства слышат такие фразы. «Да ладно тебе! Что ты переживаешь?» или «Да расслабься! Все с тобой хорошо!» Естественно, после подобных слов человек продолжает испытывать тревогу, но к ней еще добавляется стыд за тревожность, чувство вины за невозможность справиться с этой проблемой, а иногда и гнев на самого или саму себя или на того, кто говорит. В итоге человек перестает рассказывать окружающим о своих чувствах и, к сожалению, лишается возможности обучиться навыкам эмоциональной регуляции. Смотрите, что происходит дальше. Человек растет. Требования к самому себе у него тоже растут. А вот как с ними справиться не очень-то и понятно. У него нет правильных шагов, у него нет с чего начинать. Тогда он выбирает способы, помогающие хоть как-то бороться с эмоциями. И тут большую роль играет особенность мышления. Чрезмерное влияние к деталям или перфекционизм. Так как наш мозг привык искать наиболее простые объяснения происходящему, человек начинает думать так. «Так вот откуда все мои проблемы у меня? У меня просто волосы плохо уложены». А после укладки он решает. «Теперь будет все в порядке у меня». В краткосрочной перспективе тревога уходит и у человека закрепляется эта модель поведения. Но в долгосрочной перспективе он начинает целыми днями, сутками иногда, проверять свою прическу. То же самое происходит и с трудоголиками или трудоголичками. Пока они работают, все хорошо. Но в долгосрочной перспективе происходит выгорание, которое потом приводит к потере работы, к потере источника удовлетворения, к потере семьи, к потере самого себя или самой себя. Дисморфофобия может развиться у людей с самой обычной внешностью. Например, как у меня, я лысый, или у вас. Ведь важны и другие факторы. В общей сложности 8% пациентов с таким диагнозом есть с такой же проблемой или сильной тревожностью или тем или иным тревожным расстройством. А возможно, это пограничная личность в его семье. Исследования показывают, что дисморфофобия передается по наследству и может иметь генетическую основу, то есть склонность к обсессивно-компульсивному расстройству. Также большую роль играет травматичный опыт. Опросы показывают, что почти 80% людей с дисморфофобией сталкивались с жестоким обращением в детстве. Чаще всего это такая тихая форма насилия или газлайтинг, у меня есть видео. Еще это пренебрежение, эмоциональное давление, а еще физическое и сексуальное насилие. И если вдруг у вас появился вопрос, отличается ли мужская дисморфофобия от женской, то скажу, что мужская дисморфофобия отличается от женской разве что только в расстройствах пищевого поведения. Исследования показывают, что классические расстройства пищевого поведения, вроде анорексии, булимии, чаще развиваются у женщин. Это примерно 9 к 1. А вот от приступообразного переедания, наоборот, страдают мужчины. Примерно в соотношении 2 к 1. Для мужчин в редких случаях тоже характерны случаи нервной анорексии. Он называется синдром Адониса. Его особенность в том, что человек хочет иметь накачанную фигуру, поэтому физические нагрузки до истощения становятся для него основным способом успокоения и повышения самооценки. Вы-то знаете, что это ложь. А вот другие причины недовольства собой встречаются примерно с одинаковой частотой как у мужчин, так и у женщин. Многие, чтобы улучшить свою внешность, делают пластические операции. Ну подумайте, способна ли пластическая хирургия помочь избавиться от дисморфофобии? Понимаете, хороший пластический хирург сразу видит, когда операцию стоит делать, а когда нет. Ну например, если пациент обратился и хочет избавиться от заячьей губы, то естественно операция может принести ему облегчение. Но если человек приходит с жалобой на нос, который внешне выглядит нормально, то врач-хирург может направить его на консультацию к психиатру или психотерапевту. Даже не может, он это обязан сделать. Но это в теории. А на практике, к сожалению, я часто встречаю пациентов с дисморфофобией, которые уже сделали пластическую операцию, а затем их состояние ухудшилось и физическое, и психическое. Я знаю случай, когда девушка сделала операцию по изменению формы носа, после которой у нее разилась еще более тяжелая депрессия. Девушка поняла, что прежний нос был лучше того, который есть у нее теперь. И с прежним носом ей дышалось лучше. В итоге сейчас она с огромным трудом выходит из дома, но и конечно же работает с психотерапевтом. Еще хочу сказать, что хороших, грамотных терапевтов, которые занимаются дисморфофобией, ну действительно, которые глубоко знают тему, в России и в странах СНГ очень мало. Они есть, но их очень мало. Поэтому встает вопрос, можно ли помочь самой себе или самому себе? Да можно. Люди, страдающие дисморфофобией, понимают, что попали в какую-то мучительную ловушку, но не знают, как из нее выбраться. И к тому же очень сложно отказаться от инструмента, который хотя бы на время снижает тревожность. Самопомощь самой или самому себе нужно с чтения. Книги, рабочие тетради на тему дисморфофобии, сейчас есть в продаже. Я могу вам порекомендовать такую книгу. Она называется «Неудовлетворенность образом тела. Рабочая тетрадь». В ней описана восьмиэтапная программа, которая поможет вам перестать концентрироваться на мнимых недостатках и преодолеть чувство неуверенности от собственного внешнего вида. По мере заполнения рабочих листов этой книги. Вы учитесь не стыдиться своего тела, оценить его. Еще одна книга называется «Мнимые тела. Подлинные сущности. На преодоление конфликтов с идентичностью и внешностью». Эта книга посвящена телу и конфликтам с ним. Автор говорит читателям о пищевых патологиях, о баталиях с внешностью, гендере, сексуальностью и поиске аутентичности. Да, книги хорошо, но лучше всего обратиться к психотерапевту, так как при дисморфофобии, да и при любом другом расстройстве, ну согласитесь, все-таки нужна профессиональная помощь. Иногда близкие хотят вам помочь, и вы вместе с ними можете попасть в ловушку утешения. Это когда высказывание вроде «Да ты все равно красивая» воспринимается как обесценивание. И когда человеку говорят, что у него красивый нос, ну да, он испытывает облегчение, но потом начинает спрашивать о своем носе много-много-много раз за день. В итоге у близких это вызывает раздражение, а сам человек начинает еще больше тревожиться. При этом он в любом случае уверен в своем мнимом недостатке и не верит услышанному. Он продолжает спрашивать лишь потому, что слова другого человека на мгновение, на секунду приносят облегчение. Самый, сегодня самый эффективный способ лечения расстройств пищевого поведения и дисморфофобии – это семейная терапия. В ней близких обучают, как ухаживают за человеком с таким расстройством. С другими случаями тоже семейная терапия очень помогает. Также близким стоит изучить специальную литературу, чтобы понимать принципы заболевания, причины и принципы, и не попадать в ловушку утешения. А в ответ на очередной вопрос о носе лучше перевести тему. Можно даже сказать следующее. Например, я понимаю, почему у тебя тревожность, понимаю, почему у тебя снизилась работоспособность, почему ты не высыпаешься, почему нарушились отношения с друзьями. Мне жаль, что твои переживания по поводу формы носа отнимают так много времени и сил. Могу только представить, как тебе трудно. Совет перевести тему может показаться странным, но это важно. Ведь проблема-то не в носе, не в прическе, не в массе тела, а в том, что чувствительному человеку сложно справляться с эмоциями и он использует малоэффективные, иногда токсичные способы с ними справиться. А задача окружающих – помогать с этим, успокоить эмоции, помочь их распознать, принять и действовать мудро, несмотря ни на что. И когда человек получает эмоциональную поддержку, эмпатичность, он лучше воспринимает рекомендации. Что-то советовать человеку с дисморфофобией сложно, вы же знаете. Поэтому важно следовать следующим правилам. Во-первых, прежде чем посоветовать, нужно спросить разрешение. Желательно сделать это несколько раз. Во-вторых, в совете использовать ссылку на чужой опыт. Например, я читал, что один человек с похожими проблемами и то-то, то-то, то-то. В-третьих, можно сослаться на авторитетное мнение. Знаешь, в книге такой-то эксперт говорит то-то, то-то, то-то. Иногда близкие, напротив, считают тревогу из-за внешности ерундой и не придают проблеме значения. А это только усугубляет проблему. Это называется инвалидизацией. Человек будет думать, что другие не заботятся о его чувствах и не понимают его. Согласитесь, если у вас болит голова, то слова вроде «да ладно ты, полежишь» и все пройдет, звучат обидно. Также и в случае с недовольством внешностью. Инвалидизация точно не способствует снятию тревоги. Если человек испытывает какие-то эмоции, для этого обязательно есть свои причины. Бывает, что дисморфофобия появляется в отвращении своим фотографиям, то есть избегание съемок. Это называется симптом Коркиной. Это Мария Васильевна Коркина, первый российский ученый, которая описала дисморфофобию. Симптом Коркиной признан во всем мире и может доставлять людям большие неудобства. К примеру, вспомнил, в моей практике был случай, когда девушка 20 лет не могла попасть на консультацию к врачу, потому что не имела паспорта. Его она не получила только потому, что не смогла сфотографироваться в таком виде, который у нее. Представляете? Когда человек излечится, симптом уйдет. А пока расстройства есть, никакие «надо» или «давай сменю ракурс» не помогут. Если окружающие начинают включаться в борьбу с мнимым недостатком, ничем хорошим это не заканчивается. Это прямой путь в ловушку утешения, инвалидизацию и появлению других расстройств. Панического, обсессивно-компульсивного, депрессии. Как-то у меня спросили, а может ли дисморфофобия пройти сама со временем без лечения? Нет, не может. К сожалению, со временем она только усугубляется, потому что в работе мозга происходит нарушение, которые влияют на восприятие. Поэтому, если вам кажется, что у вас развилась дисморфофобия, надо обратиться к психиатру, чтобы понять, нужно ли добавлять к психотерапевтическому лечению медикаменты или нет. Если тяжелое депрессивное расстройство уже есть, оно развилось, кто, к сожалению, без медикаментов не обойтись. Психиатр потом направит вас к психотерапевту и он, психотерапевт, будет использовать разные стратегии лечения. На данное время большую эффективность показала когнитивно-поведенческая терапия и терапия принятия и ответственности. Длительность лечения индивидуальная. Кому-то требуется 20 сессий, а кому-то 40 по одной каждую неделю. И напоследок я вам скажу, это расстройство успешно лечится. Вы принимаете себя такая или такой, какие вы есть, с таким носом, с такими волосами, с такими грудями, с молочными железами, с такими ушами, с такими зубами, ногтями, волосами, какие у вас есть. Скажу, что многие мои пациентки вышли замуж и их любят такие, какие они есть. Получилось у них, получится и у вас. А я говорю вам спасибо, что посмотрели это видео до конца. Подпишитесь на канал, мне будет очень приятно. Я желаю вам здоровья, счастья и благополучия. Всегда ваш доктор Павел Сапегу.